Всем привет, с вами Балти. Добро пожаловать на канал, и в этом видео мы поговорим о 100% вашего состояния аккумулятора. Дело в том, что когда вы используете ваше iOS устройство, через какое-то время этот процент начинает падать. Во-первых, если у вас такое происходит, не переживайте, потому что это абсолютно нормально, и от этого никуда не уйдешь. Так или иначе, этот процент будет снижаться. Вы используете ваш iPhone, вы его постоянно заряжаете, и это сказывается на батарее. Давайте поговорим о том, как можно снизить этот расход процентов батарейки, чтобы телефон и сама батарейка прожила дольше. Буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал и обои в телеграме, ссылка на которые в описании. Итак, возвращаемся к теме сохранения вашей батарейки. Первое, с чем мы начнем, это кейсы, в которых есть батарея, то есть как бы пауэрбэнки с кейсами. Если зайти на официальный сайт Apple, здесь мы увидим, что официально можно купить кейс с батареей. То есть, когда вы используете такое устройство, которое, казалось бы, официально, его рекомендует Apple для покупки, вы вредите вашему аккумулятору. Дело в том, что когда вы, например, засунули этот телефон в кейс, то постоянно идет зарядка. То есть, постоянно батарея получает дозу энергии, и это максимально плохо. Потому что, во-первых, нельзя постоянно держать устройство на 100%. Оно должно садиться, потому что это использование, которое должно быть нормальным. Но постоянное нахождение в кейсе с постоянной зарядкой чертовски вредит вашему аккумулятору. Поэтому, если вы подобное используете, ну, хотя бы не используйте часто, чтобы батарейка никогда на 100% не стояла очень длительное время. Далее, беспроводная зарядка и чехол, который вы используете. Если во время беспроводной зарядки ваше устройство начинает дико греться, то, скорее всего, дело в чехле. И тут нужно заряжать устройство без чехла на беспроводной зарядке, ну, или поменять ваш чехол. Потому что он контактирует с вот этой беспроводной зарядкой, и что-то не нравится айфону, который получает энергию без проводов. Тем не менее, если вы заряжаете устройство через провод, и точно так же у вас в чехле идет какой-то непонятный нагрев на зарядке, то, скорее всего, так же с чехлом что-то не так. Он препятствует нормальному охлаждению устройства, и поэтому происходит нагрев. А это максимально вредно, и это максимально жрет этот процент состояния аккумулятора в настройках. Так что обратите внимание, греется ли у вас устройство на зарядке или нет. Если греется, меняйте чехол, или попробуйте заряжать без него. Еще огромная проблема – это использование устройства во время зарядки. Это сжирает также процент состояния аккумулятора буквально в один момент. Вот просто представьте себе, вы бежите, бежите очень долго, и в один момент вам дают шарики и говорят «жонглир». То есть вы должны бежать и жонглировать одновременно. Это очень сложно, это задействует концентрацию и так далее. Точно так же с зарядкой и одновременным использованием телефона. Когда вы размещаете телефон на зарядку, процессор концентрируется на том, чтобы доставлять энергию в батарейку. А если вы еще используете ваше устройство, процессор отвлекается на эти задачи. Таким образом, телефон и нормально не заряжается, и нормально использовать его нельзя, потому что в играх в такие моменты наблюдаются фрезы и все такое. Так что не используйте устройство, когда его заряжаете, это вредно. Если же вообще не терпится и хочется использовать телефон даже на зарядке, просто включите авиарежим и хотя бы минут 20 дайте ему зарядиться. Авиарежим уберет все лишние процессы, и таким образом зарядка будет идти быстрее на вашем устройстве. Конечно, сам процесс зарядки также важен. Apple рекомендует держать устройство между 20 и 80% батареи. И в этом есть логика, потому что таким образом вы как бы не заряжаете в 100, то есть вы не тратите максимальный ресурс батареи и не разряжаете устройство полностью, что также вредно для батарейки. То есть старайтесь держать ваше устройство между 20 и 80% зарядом, и таким образом вы сохраните батарейку как можно дольше. Еще ребята из Apple рекомендуют включение автояркости. Мне кажется, что это не работает, потому что задействуется постоянно датчик, который читает окружение вокруг вас и соответственно нагружает процессор. Если выключить автояркость и использовать на комфортной яркости, таким образом, мне кажется, можно достичь более лучших результатов по батарейке. Если же вы выключаете автояркость и при этом у вас яркость устройства стоит чуть ли не на максимуме, конечно, это плохо, автояркость в таком случае нужно включить. Но если ваша комфортная яркость, вот как у меня, ниже середины, то мне кажется, она не нужна и автояркость можно не использовать. И последнее касается будущей iOS, iOS 14.5. Когда вы накатите эту систему, то обязательно зайдите в настройки аккумулятор, и здесь вы должны увидеть сообщение о калибровке вашей батареи. То есть, таким образом, на 14.5 произойдет изменение процента. То есть, система проанализирует ваше использование. В течение какого-то времени, возможно, даже нескольких недель, батарейка должна откалиброваться, и вы должны увидеть более-менее реальный процент вашей батареи. Но, опять же, не стоит на этом зацикливаться, если тут маленький процент, но при этом вы можете смело использовать устройство длительное время без подзарядок, то, скорее всего, что-то не так с этой функцией, и с батареек у вас все хорошо. Короче, не зацикливайтесь и не думайте об этом проценте постоянно. Наслаждайтесь использованием вашего устройства. Наверное, это самый дельный совет все-таки из этого видео. На этом все, ребята. Я буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!